В советской киноклассике радостно видеть родные и знакомые лица, пришедшие на встречу с прекрасным, невзирая на климатические условия. Но климатические условия сегодня на самом деле чудесные. Золотая осень, прекрасная московская осень, друзья. Да, поэтому в связи с этим особенно приятно и радостно, что вы пришли в этот клуб, в этот зал с, я бы сказал, символическим названием Alma Mater. Мы вас приветствуем! Наш сегодняшний концерт, наша программа посвящена творчеству Леонида Симакова. Я думаю, что это имя вы знаете, слышали, по крайней мере, особенно те, кто увлекается авторской песней. В 1985 году мне и моим друзьям посчастливилось познакомиться с Леонида Павловичем Симаковым. Это было втушено на одном сборном бардовском концерте. И мы тогда не просто познакомились, а это развилось в гораздо более близкие отношения и даже в творческое сотрудничество. В ту пору я выступал в ансамбле, был членом ансамбля «Мышеловка». И мы сделали программу его песен, и с этой программой позже многое выступали, гастролировали. В 1985-1988 году, вот в тот период до смерти Леонида Павловича Симакова, мы очень много общались, близко общались, бывали на его концертах, более того, даже сами организовывали некоторые его выступления. Мы были тогда совершенно очарованы и его обаянием, и его песнями, как бы сейчас сказали, такой мощной харизмой этого автора. Леонида Павлович Симаков родился в 1941 году, то есть в этом году, в июле месяце, ему исполнилось бы всего 70 лет. Будучи старше нас, тогда еще 25-летних, аж на 20 лет, и являясь режиссером, сценаристом, актером, он работал актером театра на Таганке в свое время, автором замечательных песен, мы к нему относились, конечно, с повышенным пиететом. Это был действительно удивительный человек, так сказать, аристократ духа. И вот уже недавно, в начале этого 2011 года, в знак памяти о нем, а также, так сказать, из любви к его произведениям, мы записали, я и вот мои друзья-музыканты, мы записали в студии и выпустили пластинку с его песнями. Значит, сейчас мы продолжаем, так сказать, наше творческое изыскание, мы работаем над следующим сборником песен, в новый диск войдет как классика жанра авторской песни, так и песни, написанные моими друзьями, современными авторами. Но, как всегда, в основе нашей работы давняя творческая концепция, действительно, мы давно ее придерживаемся, это поиск интересных, порой нестандартных для жанра авторской песни инструментальных музыкальных решений. Как однажды верно заметил Дмитрий Антонович Сухарев, один из классиков жанра, и в авторской песне, сказал он, все должно быть совершенно, не только стихи, но и музыка, и исполнение. Я тоже придерживаюсь, давно придерживаюсь этой точки зрения, и мне приятно, что, так сказать, мое мнение, очень давнее мнение совпало с мнением, ну, можно сказать, классика. Ну, вот именно это стремление к совершенству и, так сказать, толкает нас на, как выразился бы мой друг, он сейчас в зале, на творческий неупокой. Программу я назвал «Грань перемен и предчувствий». Это по одной из строчек Симакова. Но вот сегодня мы будем балансировать на этой грани перемен под влиянием наших и, надеюсь, ваших предчувствий. Итак, мы начинаем. Грань перемен и предчувствий. Осень. Осенний вальс. Палый соловей, осенний вальс, стало неловко, без грусти. Палый соловей, осенний вальс, край перемен и предчувствий. А в гости, усталое лето, с ветром и стихами отколосились. Палый соловей, осенний вальс, край перемен и предчувствий. 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 Ставь зеленая, огненно-бурый, плавею становится лето. Губы у вас несомненно и думы, кто ж сомневается в этом? Осень красавка в любую погоду, но не стесняется грима. Осень на сцене короткого года. Птицы и змеицы нас покидают, нам оставляя надежды. Все беременца, листья спадают, Слово девичьей одежды по золове. Осенней нет, столковка без грусти благословена. Осенней нет, грампу белье не прочувствует. Грамп перемен и предчувствует. Благословенно свойство сострадать. Оно не из церковного прихода, Оно на смену зрелости приходит, Как поздняя осенняя страда. Оно приходит, как уходит страсть, Оно приходит, как проходит зрелость. У старости есть маленькая прелесть, Ее никто не залится украсть. За все, что было, хмулись от стыда, Не веря в свою собственную старость, Чужую вековалую усталость. Благословляйте, дамы и господа. Песня называется «Кукушка». Песня называется «Кукушка». Ну что, кукушка, ты раскуковалась, Не ворон я, к чему мне столько жить? Песня называется «Кукушка». Тебе, видать, по птичьи показалось, Что жизнью стал я слишком дорожить, Что стал я слишком дорожить, Что стал я на кукушках упал, Что стал стареть я от неспетых песен, Но перестал кукушка кукать. Песня называется «Кукушка». Песня называется «Кукушка». Песня называется «Кукушка». Песня называется «Кукушка». Кукуй-кукушка 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 Кукушка Кукуй-кукушка 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 Куку-кукушка Был поцелуй, и это был не первый, не первый и не только поцелуй. Невнятность двух украденных суббот, чуть мятный дух ухоженных зубов. Прими, мадам, поэзия в наследство, мой первый грех. Тебе были сказать, пустое дело во грехе спасать себя от ностальгического бегства. Русская народная песня о зиме и о любви зимой. Называется она «Метелец». Русская народная песня о зиме и о любви зиме и о любви зиме. Русская народная песня о зиме и о любви зиме. Русская народная песня о зиме и о любви зиме и о любви зиме и о любви зиме. Болосся, и о любви зиме и о любви зиме и о любви зиме и о любви зиме. ПЕСНЯ 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 По своей специальности, как я уже говорил, Леонид Симаков был театральным режиссером, и в 70-е годы он поработал в очень многих театрах Советского Союза во многих городах, это в театрах Владимира, Томска, Красноярска, Ленинграда. В последнее время он работал в Московском театре на Таганке. Стал сочинять песни в 68-м году. В середине 70-х годов из-за тяжелого заболевания он был вынужден покинуть театр, но и у него началась совсем другая жизнь. Он пережил физические страдания, связанные с болезнью и депрессией, предательством близких людей, но, как говорится, не сломался. Поменял много профессий, работал он старателем, рыболовом, таксистом. Как вспоминал сам Симаков, много ходил, а дошел пешком до Урала, он говорил. Много ходил пешком, потому что доктор советовал побольше ходить. Позже, уже вернувшись в Москву, он работал на Центр научных фильмов, продолжал писать стихи и песни, сделав это своим основным занятием. «Жил в Москве». Следующая песня о Москве. Ну а месте, так сказать, близкому любому москвичу, называется она «Нескучный сад». «Нескучный сад» «Нескучный сад» «Нескучный сад» Из темного лесного далека, «Нескучный сад» 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 Нескучная река Москва Обладевалась нескучными местами. Нескучный привет, что Бога нет, Там подозрения, что Бога нет, Там чудом сохранившийся карнет, Вываливая Смольную студельку. Понравится Смолянке старику, По-прежнему захочется ей боль. А ветер хлещет листьями реку, С безумья и сухого Ван Гога. Нескучная река Москва Влюбленные во веки скучать не смели За все, что лихо подделывать в саду. Деревья стала стыдно попросней, Нескучные не скучают вдоль реки, На браслеву трещат сороки дуры. Нескучный сад не смог не перейти В центральный бар сомнительной культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты Спасибо большое. Обратимся на секунду, друзья, К литературной классике. Цитата. «Вот жил я, жил!» Говорил Фома духим локусом. «Смотрел, нарвало у меня сердце, И вот прорвался на рыв. Теперь я обессилел совсем, Точно вся кровь вытекла. Пойду в трактир к цыганам, да напьюсь!» Максим Горький из романа «Фома Гордеев». Песня так и называется «Монолог Фомы Гордеева». Как похмелье ждет вина, Как земля ждет ветер, Ждет гитарная струна Моего куплета. Струну стугую тетилом, Да на теном небы, да до крови, Да пластом бы на траву, Да позвали бы доктора. Доктор, брат мой, во Христе, А мне тебя ли надо, да надо, На березовом Христе? Рады как награды. Рады как награды. На скандальную молву разменяться что ли? Да я не первый нервы рву в шантелях истории. Верить в Бога нет им сил, а в себя не верится. От пророков на Руси кладбища шевелятся. Жить бы до подлых не дразнить, но судьба химера Само себя казнить просит для примера. Мысли наши топоры, плаки наши души, Плаки глухие топоры, топоры послушные. Мыслим с душами порой, ой, не разобраться. Раций промеж плаки с топором, лучше бы не соваться. Эх, жизнь, моя жизнь, ты моя медовая, Крепче за уши держись, голова медовая. Опа! 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 Ну, немножко продолжим цыганскую тему. Значит, в судьбе Леонида Самакова был такой эпизод, он об этом рассказывал, была недолгая история жизни среди цыган. Он как-то, так сказать, прибился к цыганскому табору, и там он услышал историю, легенду о любви. Молодой цыган влюбился в красавицу цыганку, и это, разумеется, стремительно привело к весьма неплатоническому роману. Они были счастливы, но недолго, ровно до той поры, пока юноша не решил познакомиться с отцом невесты. И вот тут выяснилась барабанная дробь, что они брат и сестра. Вот для того, чтобы прекратить это преступное кровосмешение, они, разумеется, были разлучены и прожили до конца дней своих в нелюбви. Вот так, понимаете, такая трагическая история. Короче, никто не умер, но история вполне трагическая. Делая аранжировку к этой истории, так сказать, к этой песне, Симаков написал песню по результатам. И мы решили, что такая история вполне могла произойти и у балканских цыган. Ночью ароматной от судьбы в награду полюбилась, мать моя, в поле калаграду. Она в слезы планили, замерла покорно, дождалась, пока заснет, и зеркал по горлу. Тайна эта целиком, калаганом летом, не родимся я цыганком, калаганом в секрете. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ни медведь, ни я шапу, ни днем, ни ночью, босиком побольше, хочется нет мочи. Босиком на поросе дунуть молодаю, я нисколько не осел и не оседаю. Запахнет храп коня, граждане просите, то ли связывайте меня, то ли отпустите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я униженная рука, тупо полагана, я наведаюсь в кострюк, таларный цыганок, Флягу белого вина, самущу по кругу, пусть покажет мне она, не друга и друга. Фляга выпьется до дна, языки отдают, у меня одна вина, Речка не хватает, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Я найду поблеску глаз, ту, которой нужен, захочу я в первый раз стать невервым мужем. Мне затеет ворожить вдовушка чавелла, в моем сердце ворожит все, что отжимено. Мы во внику повредем, по жадному полю, мы на воле обретем новую и полю. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Я крутит нас тайком в дожки по флажкам, и свой шрам от корыку мне взначай покажет. Ты признайся, старый рот, ты скажи на милость. Уши в поле листерком тебе обманилась, стиснет горькая печаль горла. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Шито-крыто решено все, что было, жалость. Брат с сестрой, как муж с женой, плакали, прощались. Не воскать мне больше жал, от судьбы не скрыться. Я навек заворожал вдовушкой сестрицей, Полюбил пятая дочку Канакрада, Ночью окоманную от судьбы награду. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, я между песнями читаю некоторые, так сказать, небольшие стихотворения. Это сонеты того же автора Леонида Симакова из написанного им венка сонетов. Это не была песня, это был просто, так сказать, поэтический труд. Владеет миром не судьба, не рок, владеет им амбиции властитых. А мир по страусиному инстинкту дебильно прячет голову в песок. Мол, нет ни полигонов, ни штабов, мол, нет ни бабьих яров, ни Дахау. Разумный мир потупленно вдыхает паленый запах собственных штанов. Сегодня мы в плену суеты, сегодня в красной книге. Я и ты, и все лягушки заодно с прудами. Мир уязвим, как домик на песке, Но бьется синей жилкой на виске Единство человеческих страданий. Следующая песня называется «Застольная». Я к цыганке не пойду ворожить, Все дела мои и так хороши. На делах моих полынтрым трава, Да на плахе моих плеч голова. Наварил я нынче браги и дом, Пусть шамается дурман самогон. Пусть слепается дружки вороньё, Лейся, честное мужское враньё, Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так и наливай, поговори, Да зануды, да зари, Про мужицкие дела и про женские дела. И ещё раз наливай, Полоскать так да била, Выпивать так да бузы, Тосковать так да слезы. Растолкуй, гитара мне, Растолкуй, Где ты прячешь лихоманку тоску, Где пасёшь ты, Да пуны неудачь, Да рассказывай, Да не плачь ты, не плачь, Плохо старая доска ты поёшь, Ведь да дом мой для тебя не хорош. Лучше лезть у меня дома, Нет, Звонче лезть у меня нет монет, Нет, 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 нет. Так наливай, поговори, Да зануды, да зари, Про мужицкие дела и про женские дела. И ещё раз наливай, Полоскать так да била, Выпивать так да бузы, Тосковать так да слезы. Маловато нынче нас за столом, Видно многие уже под замком, Видно нам с тобой, дружище сосед, Разбираться тут придётся за всем. Ничего, что тебе молвить, не умочь, Я готов тебе, братишка, помочь, Тебе нужен однозначный ответ. Уважаю я тебя или нет? Да, так и наливай, поговори, Да зануды, да зари, Про мужицкие дела и про женские дела. И ещё раз наливай, Полоскать так да била, Выпивать так да бузы, Тосковать так да слезы. Я в цыганке не пошёл ворожить, Все дела мои и так хороши. На делах моих полынь трын-трова, Да на плахе моих плеч голова. Головой я плаху плеч, Трус я трус, ты не бойся голова, Ты не трус, я ж тебя из заварухи любой, Приносил всегда на плахе с собой, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты наливай, поговори, Да зануды, да зари, Про мужицкие дела и про девичьи дела. И ещё раз наливай, Полоскать так да била, Выпивать так да бузы, Тосковать так да слезы. Ну, вы хорошо, друзья, знаете такую забаву поэтическую, когда, игра Буримэ называется, когда на предложенные, так сказать, из зала рифмы артист на сцене складывает некие нехитрые стихи. Вот Буримэ на заданную тему жизни от Леонида Симакова. Песня называется «Вальс Буримэ». Зачем в жильё прийти ночевать? Зачем в жильё прийти ночевать? Зачем стерня под бархат палит, Зачем снобня, шаляй, не жалей, Зачем ментай в рюксаках, Уходим, не ждем, зачем летаем по плотах, Чтобы выпасть дождем, Зачем тебя я промьял мечтой на женой, Теперь все скажут про меня, Нечту и жилину. Зачем, зачем орём, Что трешка юбис, Зачем помрём, Немежно вернёмся, Зачем вокзал В борту наломиться, Зачем вокзал Попута любить, Зачем насилий гибера На гибель врагу, Зачем косилий гибера, Любили врагу, Зачем я царский свой лицей Обрёмся рога, Когда морщиной на лице Даётся строка. Зачем река, Чтоб рыбка была, Зачем рука, Чтоб гладить могла, Зачем мала, Гимнастика губ, Зачем мольба, Мол, боги не лгут, Зачем так хочется успеть, Пропеться и не проспать, Чтоб на богальковской тропе Травой прорастать, Чтоб через капельку росы Попасть в саваньяк, И затеруть ко мне носы Мои сыновья. Зачем? Зачем стесняемся старик, Зачем стараемся сгореть, Зачем усадьются хлопы, Зачем красавицы глупы, Зачем косённая шинель, Иначе пахнет, чем шанель, Зачем полжизни побегли, Чтоб не замучила, Не грею. Зачем? Следующая песня, Это, знаете, такая недетская детская песенка, Леонид Семаков посвятил её своему сыну, Называется она «Стёпкина песня». Мой милый сын, тебе я пригодился, Надеюсь, ты меня переживёшь, Ты здорово придумал, что родился, Ты здорово придумал, что растёшь. Мне без тебя черновски было пусто, Мне было без тебя нехорошо. Пусть вечно зимние та капуста, В которой я тебя, сынок, нашёл, А мне тот свет вовсю уже маячит. Быть хворым — это, знаем, нехорошо. И если бы не ты, мой храбрый мальчик, На кальство выжить я бы не нашёл. Но нас в сапарке ждут мотыжки, Они нас очень звали приходить. У них растут ламоты и девушки, И не спешат в людей происходить. По вкусу нам молчится рысь и выдра, По вкусу нам, сынок, любая жизнь. Ты, мать себе, сынок, по вкусу выбрал, Тут, правда, вкусы наши разошлись. Мы любим всех животных, мы такие, Животных бережём мы тут и как-то-как-как-как-как-как. Запомни с их любовь к живой скотине, Не означая слабости скотам. Но, женщины, если ты небесный, Ты испытаешь множество чудес. Нас, женщины, сынок, швыряют в бездон. Они нас и возносят до небес. Поэтому тебе запомнить надо будет, Что от любви покоя ждать нельзя. Нельзя! Из-под небеси, ой, как больно падать, А из долгов непросто вылезать. Даль-даль, дай-дай, дай-дай, дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Любим быть трудно, конечно, веселым, Но это предназначено не всем, не всем. Пока не любишь, жить неинтересно, А как полюбишь, жизни нет совсем. Будь в дружбе честен, будь в любви удачен, Моя надежда, радость, кровь и плоть. Бывай, родной, сто лет здоров и счастлив, Бывай и да хранит тебя Господь. Бывай, родной, сто лет здоров и счастлив, Бывай и да хранит тебя Господь.